всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по москве сегодня мы с аней канал самозанятая мама опять идем гулять сегодня мы с они попытаемся проникнуть в два интересных места ну собственно попытаемся проникнуть это громко сказано туда доступ в общем то свободный но вот что нам разрешат там заснять это уже дело другое итак мы с они идем сегодня сначала в дом ученых на причистинке а потом а потом уйдем гостиницы ленинградская конечно же я приглашаю вас с собой пойдемте погуляем я думаю будет интересно ну что ж мы сейчас здесь с вами походим я вам все показываю и одновременно буду вам рассказывать об этом особняке но все таки я считаю что всегда нужно хоть в двух словах хоть немножечко рассказать о месте в котором ты находишься или куда ты идешь или мимо проходишь но очень неважно если это исторический объект то обязательно надо его упомянуть как исторический объект и так сейчас здесь находится дом ученых как вы все знаете в начале двадцатого века это место называли дом миллион то есть это было роскошь роскошнейшим жильем москвы того времени сама усадьба появилась еще в восемнадцатом столетии в 1731 году на ее территории возвели каменные здания и разбили сад в конце 18 начале 19 веков усадьба принадлежала московскому военному губернатору ивану петровичу архарова во время пожара 1812 года большая часть причистинки выгорела эта судьба постигла и усадьбу архарова восстанавливать остатки было роскоши уже пришлось новому владельцу в 1818 году имение покупает иван александрович нарышкин действительный статский советник представитель древнего боярского рода нарышкиных которому кстати принадлежала мать петра первого наталья кирилловна кстати иван александрович приходился дядей наталья николаевна гончарова а также был посаженным отцом на ее венчание пушкины часто навещали родственников на причистинки кроме александра сергеевича в этом доме бывали и гордоль и карамзин и другие выдающиеся деятели той эпохи от нарышкиных имение перешло к гагариным потом к трубецким а в 1865 году его владельцем становится миллионер фабрикант иван николаевич коншин он приобретает усадьбы на имя жены александра ивановны коншиной в общем в то время коншины занимали седьмое место среди богатейших семей российской империи накануне революции после покупки новая хозяева усадьбы на причистинки перестраивают это место но по-настоящему роскошный усадебный дом становится уже позже в 1898 году фабрикант умирает оставляя все свое огромное состояние а это 10 миллионов рублей жене детей у них не было 1908 году 77-летняя вдова коншина решает превратить свой дом самый шикарный особняк москвы во-первых строение давно уже нуждалось в капитальном ремонте по одной из несущих стен пошла трещина во вторых пожилая хозяйка хотела оставить после себя не развалину а дом которым будут восхищаться превращение было поручено известному в москве архитектору анатолию оттовичу гунсту здание он перестроил практически отстроил заново в неоклассическом стиле окружил уютный сад красивые каменные рады над парадными ажурными воротами посадил типично московских львов вот тогда усадьба стала такой какой мы вид мы можем видеть ее сегодня во внутреннем дворе превращенный в чудесный сад появилась красивая беседка грот к сожалению она не сохранилась но в наши дни и и воссоздали в другом конце сада что касается самого особняка то на каждом из двух этажей было по 15 комнат а общая площадь каждого этажа составила около 800 метров коншина предоставил архитектору карт-бланш не ограничивал его ни в тратах не в полете фантазии после грандиозной перестройки усадьба превратилась в одну из самых дорогих и роскошных в москве но самое красивое как обычно скрывается внутри невероятно интерьер особняка поражали воображение расписные потолки лепнина причетливые люстры зеркала большие китайские вазы лестница с удивительными перилами все дорого богато мрамор и стекло для отделки помещения заказывали в италии скульптуру украшения из бронзы мебель во франции особенно поражал своей роскошью зимний сад которым превратилась бывшая кухня коншина очень любила растения вот и создала для них своем доме настоящий маленький дворец со стекленным эркером и световым фонарем тропическая зелень росла среди изящных статуй и дорогой мебели сейчас в этом зале в этом зимнем саду находится как раз столовая дома ученых обо всех комнатах этого роскошного особняка конечно же наверное не удастся рассказать а самое главное показать поэтому вот раз уж мы попали в зимний сад то есть бывший зимний сад ныне столовая вот столовая как бы и ограничимся а вообще конечно очень очень красивые залы красивые коридоры ну в общем конечно интерьеры здесь просто потрясающе особенно почему-то обращают внимание на себя в моем для меня я вот особенно обратила внимание на потолки и на паркет должна вам сказать а еще в доме появился водопровод канализация специальная система вытяжных пылесосов и другие инженерные новинки того времени в общем не дом а полная чаша даже переполненная но к сожалению александра ивановна недолго прожила в этом чудесном особняке в 1914 году она умерла от воспаления легких на короткое время имение переходит варваре петровне коншиной она была женой племянника бывшей хозяйки затем ее несовершеннолетним внуком последним хозяином этой роскоши становится предприниматель александр иванович путилов а там и октябрь 1917 года в 1922 году здесь разместился центральный дом ученых идея принадлежала марсиму горькому правление дома ученых вошли видные деятели науки искусства того времени а его первым директором стала бывшая жена горького артриса мхата андреева в 1932 году по проекту архитекторов братьев весниных к особняку сделали пристройку с парадным входом сооружение в стиле конструктивизм оно вот мы через него заходили если вы обратите внимание вам в конце покажу и совершенно не гармонирует с особняком в этой же пристройке также появился большой зал на 500 мест долгие годы бывшую усадьба оставалась для ученых поистине домом с большой буквы и была не только настоящим она хранила дыхание прошлого я вообще думаю что именно потому что во многом потому что с 22 года здесь был все-таки дом ученых они какие-нибудь коммуналки или там еще что-нибудь такое то вот именно благодаря этому собственно интерьеры так и сохранились ну сами понимаете ученые люди интеллигентные и вообще как бы за всем этим следили ухаживали и поэтому я думаю что и сохранилась все это 1990 годы начали поговорить о прекращении работы дома ученых здание было принято аварийным но дом ученых не закрыли на совсем его отреставрировали и в результате он преобразился и во многом вернул облик столетней давности во многом но не во всем но сейчас здесь проходит очень много различных мероприятий концерты всякие постановки в общем здесь целая афиша вообще если ее изучать то это очень долго и на самом деле бывают очень хорошие такие мероприятия интересные проходят кстати ко всем праздникам на какие-то из них вход по билетам на какие-то по членским билетам на какие-то вход свободный поэтому сюда можно попасть в дни таких концертов расписание афиша есть на сайте дома ученых ну вот как раз именно в такой день когда днем здесь был концерт мы с они и попали вот сюда потому что в обычные дни я уже снимала здесь я была в этой столовой а то есть можно снять только лестницу коридор там вот эти все залы которые вы видите сегодня они все закрыты сразу скажу что в этот день был доступ свободный везде потому что был какой-то концерт что-то такое хиты девяностых и что-то в этом роде очень интересный и и даже можно было случайно мы узнаем даже можно было подняться малахитовый зал вы увидите вот в этом видео этот чудесный красивейший зал вот что куда только можно было в этот день попасть мы с они везде заглянули везде походили вот вы видите сейчас коридор он как бы проходит между вот этой анфиладой комнат и летний зимним садом где сейчас столовая вот и мы посидели столовой выпили чашечку кофе потом дальше пошли гулять в общем познакомились с приятными женщинами которые тоже интересуются как и мы интерьерами очень много оказывается людей вот действительно приходят посмотреть на такую красоту очень красивый дом очень все ну всего много и все качественно и красиво я надеюсь что вам приятно это все рассматривать сейчас мы с вами зайдем в столовую ну или знать здесь буфет столовая ресторан кто как называет вот на первом этаже я вам уже показывала там кафе вот а вот этот вот именно то что касается зимнего зала это вот на втором этаже вот очень красивые потолки очень красивый паркет тут все красивое но вот я уже говорила повторюсь что потолки и паркет это то что вот лично мое внимание привлекало в первую очередь вы видите много людей здесь ходят вы видите что вот видите какие какой потолок вот очень было много людей честно скажу я не люблю снимать людей когда они едят поэтому вот в этом зале что получилось снять уж то получилось видео получилось длинным большим но кому интересно смотрите кому не очень интересно тут уже не важно какой длины собственно видео вот вот такой вот купол замечательные это мы уже бывшем зимнем саду это фонтан здесь я уже говорила были чудесные растения подобраны экзотические и работал фонтан ну вот именно во время концертов людей много как только начался концерт конечно боли меня опустела но все равно сюда приходят люди которые просто ну сотрудники поесть и люди которым интересно видеть интерьеры я это видела где-то те женщины к нам подсели и мы красота эту тему поговорили вот очень-очень все красиво с удовольствием спасибо а не с удовольствием я в этот раз еще раз более полном масштабе посетила дом ученых просто мне очень нравится достаточно бюджетно 160 рублей стоил кофе какой-то пирожок приятная атмосфера красивый зал вкусный кофе вкусная булочка что еще нужно для того чтобы провести время с подругой блогером и попутно еще снять для вас и для себя собственно говоря самой полюбоваться и с вами поделиться красивыми кадрами не кадрами красивых мест видео из красивых мест по-моему вот все сошлось замечательно в этот раз и я очень-очень довольна ну вот мы здесь саней решили выпить кофе в таком замечательном месте как бы вот они а вот место а это же зимний сад здесь был у нее здесь был зимний сад кстати внимание какой здесь пол ну вот мои уважаемые зрители подписчики у нас они наконец-то попали сегодня я вам в начале видео говорила что возможно попадем возможно не попадем наконец-то мы попали все доступно все открыто те которые идут по моим следам есть такие у меня подписчики идите узнаете когда будет проходить концерт днем вы можете пойти за полчаса и посмотреть все это великолепие все залы мы посмотрели хотя нас предупредили что нам доступно только столовая да они имеют ввиду что мы на концерт не можем ну понятно вот а нам процент был не нужен мы самое главное что хотели абсолютно спокойно все передвигаются по особняку не мы одни-таки не одни-таки все здесь ходят снимают и на первом этаже мы зашли в кафе так посмотрели я не люблю снимать людей когда они едят ну что поделаешь они здесь едят поэтому если кому-то это интересно приходите концерт который будет встречать в час дня за полчаса можете прийти потому что кафе открывается с 12 возьмете чашечку кофе вкусной булочкой посидите и посмотрите красивый интерьер ну а мы продолжаем а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok